Взорвать, поджечь? Какая в этом трудность? Была бы злоба и не веря в Бога. И мирной житью одним ударом рубят, не убоявшись хрупко и не трогать. Ливан, Израиль и затем Иран пороховую бочку поджигают. Счет по убитым не считая ран, а кто-то золото гребет уже мешками. Лопощут политологи в эфир, наемных репортеров с вора воет. Пожар неуправляемый вдали вширь. Готовится младенец в люльке к бою. Заложены конфликты не сейчас, в библейском дальнем там, от Авраама. В проекте был всего лишь Исаак, а Измаил с Агарию пишут драму. Их примирит не Магомед в обед, застолье опрокинутое разбито. Соседа не прицел берет сосед и нанимает в смертники наймитов. Христос не отвергает мусульман, а мне их жаль о ревнителе Корана. Их души жаждут истины весьма. Та истина Христос, его святые раны. Лишь кровь Иисуса в силах потушить дымящуюся месть, угрозы, злобу. Сегодня же суннит и брат его шиит, непримиримые в песках на месте лобном. О, если бы в веках в шестом-седьмом монахи не скрывались по пустыням, а разбрелись с писанием вдвоем, кочевником от Господа посыльным. Пустыня бразом, чудом расцвела, и Амагомед стал истинным пророком. С Христом творил бы мирные дела, в монашестве нашли бы много проку. 22 июля 2006 года С Христом творил бы мирные дела, истинным пророком.